Открывшийся в Дашково-Песочни клиника «Мать и Дитя» будет работать по основным направлениям акушерства, гинекологии, детской педиатрии и терапии. Что немаловажно, здесь будут проводиться операции по экстракорпоральному оплодотворению. Ведь, согласно статистике, из Рязанской области на эту процедуру ежегодно направляются около 500 пар. Врачебный центр оснащен современным и новейшим медицинским оборудованием, а в нем работают как рязанские, так и московские специалисты. Сама клиника «Мать и Дитя» построена на средства госкорпорации Ростехнологии. В целом, как отметил полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Александр Беглов, Рязанская область в сфере медицины продвинулась за прошедшие несколько лет довольно значительно. Я хочу сказать, что сегодня Рязанская область шагнула вперед на два шага. На сегодняшний день понизилась. Детская смертность – это очень хороший большой показатель. В целом смертность понизилась – это тоже очень хороший показатель. Но вот открытие таких медицинских центров, открытие мобильных медицинских услуг – это дает именно этот хороший результат. Но надо еще над этим работать, 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 чтобы переходить уже на те показатели, которые сегодня ставит и Министерство здравоохранения, о котором были предпрезидентны на сегодняшний день. Замминистра здравоохранения России Татьяна Якулева также отметила положительную динамику Рязанского региона по улучшению демографических показателей. Сейчас в Рязанской области формируется все, что необходимо для доступности и качества оказания медицинской помощи. Если мы с вами вот говорили, не хватает кадров. Если мы с вами посмотрим, то в Рязани сегодня кадры, они превышают и по врачам, и по медицинским центрам средние российские показатели. Например, если в среднем в России у нас 41,10 тысяч населения, то, например, в Рязани 48. И точно так же по среднему персоналу. У нас в Рязани не в каждой регионе существуют перинатальные центры. И не даром сегодня поручение президента имеем, чтобы в каждом регионе существовало современные перинатальные центры. И 22 перинатальных центров, несмотря на все трудности, мы сегодня строим, которые должны закончить в 2016 году. В Рязани этот центр есть. И до недавнего времени, возьмите 12, даже 13 год, смертность младенческая 9,1. Это очень высокая смертность. На сегодняшний день, например, за 14 год, я очень рада. В Рязани 6 с небольшим. Это практически европейский уровень. Губернатор Рязанской области Олег Ковалев сообщил, что регион и в дальнейшем не намерен останавливаться в развитии системы здравоохранения. Мы существенно снижаем сейчас количество смертей сердечно-сосудистых заболеваний. Создана целая система трехуровневая, которая обеспечивает в достаточной степени и профилактику, и лечение сердечно-сосудистых заболеваний. И в онкологии тоже мы имеем успехи, но хотелось бы их усилить. Что касается БСМП больницы, то она позволила бы нам улучшить качество лечения больных с травмами различного рода и так далее. Поэтому мы планируем развивать сеть ФАПов и сегодня ведем эту работу, в том числе на основе частного государственного партнерства. В общем, открытие таких клиник, как мать и дитя, позволит выполнить указы президента о создании европейских условий в отечественном здравоохранении и, безусловно, выведет на новый уровень местную систему родовспоможения.